Производители FBL, JFBK, они продолжают с нами работать. NUSASHA, NOG, ARS, они продолжают с нами работать. Колодки. Японские бренды, которые производят сами самостоятельно колодки, не под кого-то конкретно, а делают свои бренды. Так кто? Кто основные лидеры по производству? Японии. Японские производители новые сейчас появляются в ассортименте. Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков, вы на канале Magityru. Я на выставке в Москве. Мы сегодня встречаемся с представителями компании «Маленькая Япония». Основной главный офис в Уссурийске и филиал находится в Москве. Андрей живет в Москве, работает в Москве. Миша работает в Уссурийске. Мы с Мишей знакомы уже лет, наверное, еще раз поздороваемся с вами. Лет, наверное, года 3-4 общаемся. Как Технопауэр. Технопауэр, мы занимались брендом. Давно вы сами знаете, бренд этот в России вошел, ну, относительно, относительно не так давно. Лет, наверное, 10, да? Нет, в Россию как раз-таки мы и начали его возить. Пятый год пошел. Пятый год пошел, да? Да. И вот мы как раз они только начали возить, мы с ними начали работать. Сейчас с Технопауэром ситуация пока что немножко неопределенная. Вопрос решается. Пока об этом мы не будем говорить. Но, тем не менее, об этом мы затронем чуть попозже, может быть, через месяца 2-3 об этом поговорим. Я с ребятами встретился сейчас на выставке для того, чтобы обсудить ситуацию с их брендами. Что у них интересного, что они начинают возить в Россию нового, может быть, чем работают давно. Что у них еще происходит. Андрей уже предварительно со мной немножко пообщался. Сейчас он расскажет вам, что у них интересного и нового. Что у тебя нового, Андрей? Ну, из нового сейчас открываются новые рынки, через которые мы вынуждены по определенным строительствам импортировать бренды, как новые, так и старые, популярные в России. Ни для кого сюрпризом или секретом не будет, что это Эмираты, наши давние партнеры. Ну, а также из старых партнеров Япония остается нашим одним из ключевых поставщиков. По нашей политике, нашей компании мы стараемся для наших покупателей предоставить полный ассортимент всех групп товара, в том числе и Японии. Сейчас для всех будет интересным обратить внимание на китайских производителей по доступу и качеству, в первую очередь, наверное, и по ценообразованию в том числе. Наша задача была сохранить японские бренды. Мы с этой задачей справились. С марта месяца у нас продолжаются поставки. Мы решили логистические вопросы, экономические, банковские вопросы. И сейчас с марта месяца мы на постоянной основе получаем без каких-либо проблем товары из Японии. Ну, и налаживаем новые рынки. Андрей, расскажи, пожалуйста, вкратце те бренды, которых не сильно затронула вся эта ситуация. Какие бренды продолжают возиться регулярно, стабильно, из которых нет особых проблем? Просто перечислили, если есть возможность. Хотя парочку. Ну, если сказать о самых популярных, наверное, самых ходовых, в нашей компании это детали тормозной системы, это колодки, производители FBL, JFBK, они продолжают с нами работать. Если говорить про детали двигателя, то это ремни навесного оборудования, ГРМ, это производители Bando, они продолжают с нами работать. Прокладки KJK Brand, Stone Brand, THO, производитель сальников Musashi, Nok, RS, они продолжают с нами работать. Есть небольшие ограничения, но мы ищем новых производителей, либо новых поставщиков, чтобы заменить, допустим, ограничения, коснулись грузовиков. А вот такой интересный вопрос. Японские производители новые сейчас появляются в ассортименте вашем? Новые имени, с которыми вы не работали раньше? Ну, скорее, вот что касается нашей компании, скорее, это известные бренды по России, но с которыми мы не занимались в оптовом направлении. Сейчас у нас более, скажем так, лояльные отношения, которые подвигают нам к заключению сотрудничества и поставкам на Россию. Может быть, это экономически больше, наверное, потому что на рынке России появляются новые игроки, как новые российские бренды, так и китайские производители. Кстати, Миша, ты хотел рассказать, по-моему, про полиуретановые детали, которые вы стали сейчас делать, да? Да, совершенно верно, это собственное производство. Занимаемся мы с 2014 года. Свой завод? Свой завод. Где нас положено? В Приморском крае, город Уссурист, собственно, откуда мы родом. Более двух с половиной тысяч позиций. Я вот буду в Уссуристске, бывал в Достойке, возможно, через недельки-две примерно. Каким-то образом можно будет посмотреть, если это возможно, конечно, сделать будет? Звони, номер есть, договоримся. Ну, хорошо, ребят, я сделаю анонс небольшой. Если получится нам договориться, по времени стыкуемся, то Миша, возможно, мне покажет про детали, называются они полиуретановые подвески, которые они стали сейчас делать самостоятельно. Это собственное производство, которое расположено в России, в Уссуристске. Да, совершенно верно. Если получится, поснимаем, если не получится, но, по крайней мере, к ребятам гости приеду. В общем, в любом случае, про этот бренд расскажем тоже дополнительно. Часть брендов нас огорчили в плане завода, прекратили поставки, к сожалению, на Россию. Но мы не теряем надежды, что разрешится вопрос в будущем. Но чтобы не подвести наших клиентов и партнеров, мы ищем аналогичные бренды по качеству, по ассортименту в других странах. Азиатские, да? Ну, в том числе и азиатские, Малайзия, Индонезия, Тайвань, Китай. Сейчас мы хорошо заключили хорошие контракты с Эмиратами. На этой выставке мы нашли партнеров Иран, Турции. Кстати, интересно, тоже приду, извини, пожалуйста. По поводу Эмиратов. Была всегда такая тема, ну, немножко неправильно называть ее реэкспортной, да? Скорее, это экспорт японских продуктов в Эмираты. В Эмиратах после некоторых процедур экономических они продаются уже в Россию к нам, возвращаются, вернее. Сделаны бренды в Японии. Это тема такая. Она и раньше работала, помните, все черные Toyota, которые была реэкспортная, эмиратская. За счетами та же самая ситуация абсолютно. В Эмиратах не все делают, хотя в Эмиратах есть заводы, да? Да, есть некоторые производственные мощности. Эта часть, одно из направлений, да, это работа продолжать с брендами Японии через Эмираты. Но в Эмиратах есть и свои бренды, которые в первую очередь, конечно, были ориентированы на местный рынок, либо на Африку, либо на Ближний Восток, которые не уступают по качеству японским брендам. Колодки. Японские бренды, которые производят сами самостоятельно, колодки, не под кого-то конкретно, да, делают свои бренды. Так кто? Кто основной лидер по производству Японии? Ну, из моего опыта общения с производителями, наверное, лидирующие позиции будут, у них кому не секрет, это Акебона, это Адвекс, это Сумитома. Они поставляют свою продукцию на сборочный конвейер. Если кто помнит бренд Нишимба, они, если мне не изменяет память, порядка пяти-шести лет назад они ушли на рынок ЕМ-производителей, и они стали поставлять свою продукцию на сборочные конвейеры. К сожалению, с автомаркета они не ушли, но, насколько мне известно, этот бренд продается в автомаркете, но уже с других заводов. Колодкам я бы, наверное, вот эту четверку-пятверку выделил. А подшипники? По подшипникам это четверка, самая популярная и, наверное, единственная из топовых, это NSK, Начи, Койо, GMB. Кто-то отличается, кто на сборочный конвейер, кто-то на автомаркет, кто-то с ассортиментом шире. Но мы работаем со всеми. Все эти бренды, а у них свои собственные производства, да, получается? Ну, по подшипникам, если говорить, допустим, они очень расширили свои заводы по всему миру. То есть, если это в общем доступе есть у всех производителей, кто-то по понятным причинам друг у друга заказывает для переупаковки по каких-то определенных номинованиям, артикулам, но в основном львиную долю своего ассортимента у каждого своей производственной мощности. Ремни, навесные ремни? Ну, наш основной поставщик – это бренд Bando. Они как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Это зарекомендовано уже временем производители. А ты сталкивался с ремнями сам Mitsuboshi в Японии? Mitsuboshi нет, сам встречал, но, скажем так, из общения с торговыми долами и с автомагазинами я сделал вывод, что Bando, по-моему, они более популярны, чем Nissan. Последний вопрос, может быть, ты не курсишь ситуации по VAC, по Viku. Знаешь сам, в Уссурийске он продается очень хорошо, да, этот бренд? А вот я в Японии когда был, не встречал VAC ни разу, хотя там Aiken-индустрия вроде бы существует, ты не сталкивался? Я недавно начал прорабатывать дополнительно производителя, потому что, ну, всем известно, что FIG – это бренд, бренд, придуманный, по моей информации, российскими импортерами, достаточно известной компанией на Дальнем Востоке импортеров. Он является ключевым поставщиком на Россию. При переговоре с заводом, завод продолжает изготавливать. Завод Aiken-индустрия, да? Да, все верно. Они продолжают работать с этим брендом, и, по моей информации, что это один из ключевых заказчиков из России. Многие, на самом деле, люди считают, что в Японии этот бренд не продается вообще. Вот мне хотелось у тебя еще это уточнить, узнать, потому что этот бренд, конечно, экспортный. Да. Это бренд экспортный. И, как бы, я об этом уже тоже рассказывал. Ничего страшного там нет, абсолютно многие бренды экспортные. Это Митсу, моторные масла, это бренд экспортный. В Японии он не продается внутри Японии. Ну, корпорация гигантская, это корпорация вторая по величине после Энеоса. Ну, сам бренд, Эдемитсу, как смазочный материал, бренд, он в Японии не продается. Об этом я уже рассказывал, там сейчас Apollo Station. Поэтому страшного ничего нет в экспортных брендах. Они многие для России делают специально. Для России, вернее, даже, да? Да. Для стран Азии. Для России, для стран Азии. Так, тут, наверное, философский вопрос, кто как к этому относится. Мы, допустим, когда выбирали поставщиков, либо, допустим, прорабатывали бренд собственный и какие заводы выбирать, мы исходили с того, что нам приоритетом было качество материала, который изготавливается. И конечному покупателю, я думаю, все-таки было бы приоритетом качества продукта, который ему продают. Даже возьмем те же фильтры. Ну, да. А то, как мы докажем то, что это качественный товар, изготовлен на заводе Японии, либо он другое направление доказать, что сами японцы пользуются этим товаром, он с внутреннего рынка. Поэтому вы, товарищи, российский покупатель, можете довериться и приобрести на собственные автомобили в России через импортеров. То это два разных пути. Ну, я считаю, что технари, покупатели, они доверятся все-таки нашим опытным импортерам России, которые добросовестно показывают, на каких заводах, из какого материала это изготавливается. В нашем компании мы считаем, что японские заводы и материалы, которые они используют в собственном производстве, более чем надежны по производству, по качеству. Ну, кто же, вот я об этом говорил уже неоднократно. Япония, на самом деле, Япония, они не идеальные люди. У них есть заводы тоже, небольшие заводы, есть заводы, которые делают ширпотребок. Не странно. То есть, они там разные заводы есть. Просто основная масса, они все-таки поддерживают стандартов жестких. Почему-то я сталкивался с заводами, конечно, которые делают премиум качество. А ты был в заводах каких-то? На нескольких заводах. А расскажи, какие заводы были, это очень интересно для меня лично. Где ты был? Я побывал на двух заводах, это три пятерки, нам экскурсию делали. Конечно, завод шикарный, это можно кино снимать про него, но, к сожалению, запрещено. Но тот уровень производственных мощностей и как организовано производство меня, конечно, впечатлил. Следующий завод, это был ТАМО, производство термостатов. Конечно, это не фильтровая группа, меньше таких, наверное, киношных процессов, все автоматизировано. Но, как мы привыкли, допустим, судить по автомобилям, сборочные конвейеры, как нам в кино показывают, автоматизации, людей практически нет. А там они тоже для конвейеров делают, да, кое-что для производителей? Там, да, они поставляют на сборочные конвейеры. Один завод, который производит для Тойоты, допустим, он небольшой завод, производит, по-моему, шесть всего артикулов, но они все уходят на Тойоту. Мне, к сожалению, не получилось поплывать на вот этом втором заводе, чтобы сравнить ТАМО и этот вот завод. Но сам процесс, как... Идем речь о заводах, на которых Андрей был в Японии, в самой Японии. Это завод ТАМО, это завод Три Пятерки. Ну и все люди думают, что Три Пятерки это не японский бренд, это японский бренд. Он там реально в Японии производится. Честно говоря, даже когда мы работали в розничной сети, в нашей, которую развивали, мы много раз слышим от конечного покупателя, что они не верят, что в Японии существуют какие-то производства, какие-то заводы. Ну, ребята, давай... По поводу Трех Пятерок надо дополнить, что в нулевых годах действительно было много контрафакта. Их подделывали. Как и СТР, как и СТР, корейские. Ну, насчет СТР, кстати, слышал, что их подделывали, но почему-то было в Приморье, в Приморье это не затронуло. А вот насчет Пятерок, их продавали из-под полы все коммуни-ленни на китайском рынке и в автомагазинах по городу. Поэтому рейтинг как раз-таки вот китайцы в свое время им подпортили. Подпортили маленько. Да, была такая ситуация. Остальные заводы, скажем так, мы когда из Токио-Восока проезжали, некоторые перфектуры, получается, мы проезжали мимо. И мне ребята рассказывали про электрику, это детали бронепровода Сейва. Мы проезжали мимо, показывали производственные мощности. Ну, по-моему, пока вот из такого, что я лично видел, либо посещал, я могу... На прошлой неделе я просто посчитал, сколько стоит через Эмират в связи с Японией. Ну, недолго будет бушевать болезни и другие процессы. Я все-таки уверен, что откроется для туристов спокойно и бюджетно. Мы можем посещать и те же самые заводы через наших партнеров, либо даже на туристические экскурсии. И все это можно. Ребят, я скину обязательно ссылочку на маленькую Японию в описании к этому видео. Скину ссылочку на бренды, о которых мы с вами говорили сегодня. Это будет EVAC, хотя немножко не имеет отношения к вам, тем не менее. Скину ссылочку на Технопауэр еще раз, на видео, которое я снимал полноценно. Будем надеяться все вместе с вами, что Технопауэр вернется на российский рынок полноценно. Это всем будет интересно, тем более торгующим организациям, в том числе и нашим. И к ребятам я обязательно загляну в гости еще в Уссурийске, потому что я планирую, когда поеду в Удивосток, взять машину до Уссурийска доехать. 100 километров, час дороги. Да. С Мишей, Мишей мне пообещал при возможности постараться показать, может быть, производство свое новое, которое они запустили по поводу полиуретановой подвески. Ну как, уже 8 лет. 8 лет уже, да. Ну, для нас новое, мы же не знали об этом. Да, да. Вот, поэтому ссылочки все на ребят я скинул обязательно в описании к этому видео. Огромное спасибо, Андрей. Огромное спасибо, Миша. Спасибо, что побеседовали. Было очень интересно с вами вживую встретиться. Тем более мы раньше общались только по телефону, по WhatsApp. Вот, всем пока. Ждите новых видео. Ждите наших видео из Уссурийска. Субтитры сделал DimaTorzok